большой всем привет ну что ж моя первая партия в игру explore it the forest of adrimone закончена впечатление масса да это первое впечатление я еще не готов делать полноценный обзор и даже вот это первое впечатление я не собирался записывать потому что игра мягко говоря а спорная и а вот эту первую свою партию я бы не назвал игровым удовольствием я не играл в нее неделю по несколько часов в день то есть одна партия причем а не завершенная погиб все-таки на пятом цикле судьбы она длится может до 10 то есть где-то на половины партии я погиб красиво погиб это исправило впечатление очень сильно потому что последний бой был ну просто настолько шикарный что добавил чуть ли не 30 процентов удовольствия и хорошего впечатления от игры ко всей партии так вот первая пробная обучающая партия заняла у меня примерно 12 часов игрового времени поэтому назвать вот это настольной игрой но сложно это скорее целый мир от целая система которая живет по своим определенным законам и погружаясь в эту игру ты в общем-то погружаешься целый выдуманный мир да это не книга игра как грааль или там это моя война или другие где а есть большой текстовой составляющей здесь текста много но здесь нет заложенной истории и при этом игра все равно создает свой уникальный мир а в котором ты вот живешь столько много времени да есть разные варианты игры где можно все это ускорить есть быстрая игра есть длинная есть система марафона где можно вообще десятки часов по моему играть моя первая партия была длительно еще и потому что я параллельно изучал правила до когда вы уже знаете все как работает этот мир как работают законы этой игры вы будете играть часов за пять наверное они за 12 15 как у меня тем не менее я все-таки решил немножко поделиться первым впечатлением потому что знаете как прекрасно рассложена игра она вышли все декции открылся весь мир мои герои очень хорошо развились парочка получилась замечательная солипсисты историк развились они неплохо научились пользоваться многими предметами поняли как работают механизмы разные мы успели собрать один из древних артефактов который мог с которым можно было бы победить главного злодея до которого мы не дошли а собрали еще много разных фрагментов и так далее и тому подобное то есть прилично так пожили в мире лесов одремона и и были вполне себе очень интересные моменты которые которые не позволяют не сосредоточиться только на недостатках игры которых довольно много и первый наверное и основной недостаток наверное все серии эксплуат и форестов одремон в частности это то что игра очень и очень а гиковская она не рассчитана на массовый рынок она не на не рассчитана на массового покупателя это игра для очень узкой прослойки любителей фантазийных миров и игр с ролевой составляющей где вы берете какого-то героя и и развиваете его час за часом превращая его в такую игровую альтернативную личность подобные игры есть но эксплуат это совершенно уникальное авторское творение я такие вещи люблю авторы разрабатывает только эту игру и больше ничего вокруг него образовалась инди издательства которые выпускают только эти игры словно сериал а с продолжением мне очень нравятся подобные проекты когда человек вот буквально всю свою жизнь вкладывает какое-то одно такое безумное творение и поглощенный вот именно какой-то идеи фикс чтобы создать собственный мир и у автора это получилось до полу до игра весьма странная образовалась но тем не менее от тома к тому количество поклонников растет появляются даже сайты фэндома по этой игре и а тому подобное и так далее каждый том этой эпопеи все более навороченные навороченные в этот лисадримон это кстати 2 2 том сейчас существует уже 4 что мне не понравилось в первой партии то что она очень и очень тяжело мне далась игра в нее ежедневная по нескольку часов она больше напоминала не игру работу первую вторую партию ты не столько играешь сколько постоянно лазишь в кучу справочников разного типа в кучу правил смотришь ключевые слова смотришь как что работает ты познаешь действительно новую систему который тебе надо научиться плавать более или менее свободно и только где-то концу партии я начал получать более или менее игровое удовольствие когда заглядывание в правила и в справочнике уменьшилась значительно уменьшилась и а впечатление от игры довольно сильно исправилась последним боем он получился довольно забавным и неожиданным дата мост 7 уровня началось того что я увидел в дальней части нашего мира баунти тут жители очень сильно жаловались на некого монстра который бродил не вокруг их поселка и обещали дополнительную награду то есть за убийство любого босса вам положено большая награда тут еще и баунти задание дополнительно почему бы нет фрагмент зав я пошел с ним сразиться я полностью была копирована меня куча всяких напитков всякие оборудования все прокаченные замечательные и моно начали сражаться я думаю что довольно легко с ним справлюсь ведь это у нас арифметика какая пошла и получился очень классный бой как когда этот вендиго наслал нас олипсиста психоз и этот психоз начал высасывать его из него энергию мы его пытались погрузить в литургию и это получилось на три раунда и за это мы его обесточили но он успел но он успел потратить энергию и сделать нам психоз и а дальнейшая битва получилась так что он три раза подряд потреблял эссенцию и три раза подряд лечился в результате у нас чуть-чуть 4 жизни у него осталось и он убил обоих героев сначала высосал этого и из мертвого высасывал энергию 2 уже просто не смог его добить и он вот на последнем ходу он его полностью тоже обесточил и убил и несмотря на то что у нас был и камень воскрешения и у нас было специальное лекарство которое тоже воскрешает в параллельном мире но так как оба героя погибли мы не успели сбежать и ничего нельзя изменить уже то есть несмотря то что у нас есть воскрешалки мы ими воспользоваться не можем и моя партия вот так вот плачевно закончилась но битва была красивейшая полчаса все это происходило в сети расчеты перерасчеты и было красиво и и поражение было красиво очень жалко у меня всего накопилось много и много и зерен и ильян и чего только нет в общем вот эта битва показала какой игра задумывалась и какой она может быть если все сложится при этом дойти до того момента когда игра начнет приносить удовольствие весьма и весьма непросто правила достаточно запутаны правила не структурированные в правилах очень мало примеров тебе приходится просто прорываться через каждый абзац я прочитал два раза целиком вот эту книжку из 80 страниц я попытался смотреть видео который не переводится яндекс переводчиком соответственно я не полноценно понимаю что там происходит игра довольно языкозависимая и моего среднего владения пассивного владения английским тоже не хватает чтобы играть мне комфортно в общем прорывание сквозь правила напомнило мне освоение таких игр как мы начинает как-то money bonds и и тому подобные сложные клинок и колдовство от по усилиям и по напрягу напомнила вот эти игры но разбирается было интересно потому что игра представляет из себя еще раз говорю не игру а игровую систему это целый мир который живет по своим определенным законам и в какой-то момент тебе начинают быть понятны все вот эти словечки которые есть выделены что они делают зачем они нужны и как только вот этот момент приходит то начинается и сама игра что из себя представляет xx exploit по сути это фэнтезийная вселенная где вы оказываетесь той или иной ситуации и фактически это песочница фэнтезийная песочница ты особо не ограничен здесь какими-то действиями ты можешь бродить что-то в нем совершается в мире появляются вот эти сентинеллы есть некое зло которое постепенно нарастает и пытается высосать из тебя разум и ты ходишь от локации к локации знакомишься с тем что в этом мире есть и пытаешься с помощью этого как-то выживать все это довольно необычно и весьма и весьма занимательно а но в игре применена очень интересная система учета параметров это все что вы получаете вы пишете фломастером себе на планшете игрока и с одной стороны это довольно изящное решение нет такой не нужно такого большого количества жетончиков с разных состояний нужно огромного количества карточек с разными предметами как в той же медали где у вас полный сундук всего а здесь предметов не меньше но в коробке их нет вы их просто записываете с одной стороны это изящное решение экономическое но для меня например это было очень непривычно и поначалу весьма и весьма раздражало потому что когда у тебя вот такое количество предметов в игре разного назначения с разными атрибутами с разными параметрами с разными условиями активации а то ты просто ну впадаешь в панику и ощущение что ты играешь неправильно она тебя не покидает практически всю игру а меня на при как евро игрока это немножко раздражает в подобную игру сыграть полностью по правилам очень очень сложно потому что нюансов слишком слишком много поэтому перфекционисты которым нужно чтобы каждый его ход был идеальным подобные игры будут противопоказаны мы оказываемся в мире лесов адримона где есть некое вот это существо целью которого порабощение всего населения причем очень странного порабощения она просто стирает разум и память у всех жителей этого города заставляя их работать для того чтобы делать вот таких вот таких сентенелов охранников это механические существа которые охраняют ее саму и в общем то она вытягивает души из всех жителей для того чтобы делать такие конструкции для чего не знаю я может быть это в процессе игру узнается но мне не хватило информации чтобы с этим разобраться кто она сама такая тоже неизвестно она вот живет в этом акрополе и наша цель и и все-таки прибить параллельно этому миру есть особый мир фей особый параллельный мир который вот находится на отдельном гекси туда можно попасть и попасть через некие порталы этот параллельный мир борется с вот с миром адримона и нам помогает то есть в мире разбросаны точки с разным схроном оружия с предметов есть специальные существа которым золото не надо и которые для которых валюта это семечки и алианы некоего растения и вы их тоже можете иногда находить в мире и тогда приходя здесь вас лечат вы можете купить каких-то интересные вот эти природные элементы ну и обычные шмотки вы можете купить или своровать в зачарованных городах так как большинство городов уже подчинены этой адримон и все люди они как в матрице агенты то есть не могут стать очарованными и нападать на вас а также есть разная магическая живность в этом мире причем некоторую вы можете спасти это тоже очень интересная механика например вот есть такой красивый красивая сова и у нее есть пометка что ее можно не просто убить можно освободить вот здесь есть такой значок цепи то есть он она она находится под властью адримона но если вы сможете и ее не убить 48 жизни освободить 42 силы влияния то она начнет вам помогать то есть и можно потом будет призывать как как орлов волос линии колец и перелетать по миру в общем будет такой друг я бы хотел освободить я до этого не дошел к сожалению кроме этого есть специальное место которое можно развить в процессе игры где можно потом покупать себе апгрейды для оружия можно достигать целей в разных местах чтобы получать фрагменты фрагменты это части легендарного оружия которая когда-то кто-то с помощью которого хотели победить эту адримон но герои погибли в определенных местах этого мира и там остались только их дух но если вы соберете в мире фрагменты этого оружия и принесете в эти места то вам перекуют новое оружие вот я только посох успел перековать и она дает очень большую силу например вот этот посох каждый раунд битвы убирает 10 защиты души а так как те кого адримон покорила она ими повелевает защищает определенным образом то есть невозможно убить существо которое под контролем адримон пока вы не пробили защиту души и это тоже еще одна одна механика плюс есть система боссов которые растет от босса к боссу фрагменты можно находить в очень большим разных местах этого мира и для этого служат слухи которые у нас разложены внизу и глядя на них вы можете примерно понять где идет слух о том или ином фрагменте и там приходя туда вы испытываете то или иное испытание они тоже очень разных типов вот если баунти например которые нам обещали дополнительную награду вот такой фрагментик или там можно пообщаться с одним из духов леса которому если что-то хорошее сделает что он тебе тоже даст этот фрагмент например вот здесь в больной тролль больной тролль живет если его подлечить на 10 то можно попробовать получить от него фрагмент ну и так далее много заданий кроме того когда ты путешествуешь по этому миру с тобой иногда случаются всякие неприятности из колоды препятствий можно встретиться с какими-то врагами можно встретиться с событиями можно встретиться с погодой можно можно заболеть и так далее и тому подобное в общем система очень интересная игра задумано невероятно интересно но но при этом это одна из самых гиков ских игры которые я видел не могу ее никому рекомендовать кроме тех кого заинтересовало вот это мое сбивчивое объяснение разумеется я это в первое впечатление может быть и не буду выкладывать или вы выложу уже после того как я познакомлю вас с правилами и летсплеем чтобы она не сбивала вас с толку это не обзор это мое от первое впечатление от 1 партия она очень эмоциональная она граничит между раздражением и восторгом раздражение потому что это было действительно тяжелая работа разобраться с этой игрой сыграть эту партию это очень было трудно и тяжко восторг в том что игра под конец этих десяти там или с каких-то часов она начала раскрывать она начала себя проявлять с хорошей точки зрения и все те задумки которые автор суда заложил они вроде бы начали как-то проявляется при этом почему игру не могу не рекомендовать для знакомства всем любителям настольных игр потому что ну очень сложно прорваться сквозь эти правила в этой игре вам фактически нужно научиться жить в выдуманном мире данной игры понять ее законы понять как она работает и только после этого может быть вы будете получать удовольствие я не не уверен что есть смысла вкладывать настолько много усилий в одну игру да наверное есть соблазн тот кто купит все там тома ему будет интересно посмотреть как развивается этот мир от тома к тому но для обычных игроков это слишком слишком гейковская игрушка я даже не могу ее полноценно называть какой-то настольной игрой это это что-то такое среднее между какими-то ролевыми системами и ну фэнтезийной настольной игрой те кто говорят что это типа современный рунбаунд нет нет это не рунбаунд рунбаунд это настольная игра простая в которой можно посадить практически любого за эту посадить можно только отмороженного гика который готов потратить часы 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 чтобы разобраться с с этим новым миром с этой новой системой и первое мое впечатление еще раз повторюсь это очень такая гремучая смесь раздражение восторга и интереса игра с одной стороны относится к тому типу который который меня привел в хобби я всегда искал игры которые создают целый мир на столе альтернативный эта игра реально создает целый мир его ту что не то что на неделю здесь лежит это был вполне себе такое альтернативный мирок в которые было сложно возвращается я не с восторгом возвращался каждый раз а с некоторым усилием потому что действительно изучать его поначалу весьма и весьма а не просто сейчас после проведенных десятков часов я наверное начав новую партию уже буду играть с меньшим раздражением но первая партия далась очень и очень тяжело нельзя не сказать пару слов о боевке для а потом для подобных игр это новаторская боевка она не рандомная она вот такая арифметическая вы сидите и высчитываете параметры а есть определенный рандом потому что каждый враг может реагировать по-разному но это рандом очень уместный боевка мне понравилось как задумано но она довольно напряжная а просто к примеру вот способность древний ритуал моего книжника что он делает во первых чтобы высчитать вам надо высчитать сколько ритуалов вы можете за свой ход активировать причем а каждый из них тратится энергия на посмотреть сколько у вас энергии то есть затем вы распределяете его по способностям можно повысить жизнь можно понизить жизнь врага можно попробовать усилить союзника все это вы рассчитываете и записываете в свое действие или вот способность литургии когда вы начинаете высасывать с помощью способности сэдмен энергию из противника а у нее есть режим sustain то есть ты можешь это поддерживать и потом применять другие свойства пока у тебя пока у тебя брак или литургии ты начинаешь высчитывать другие параметры как ты его бьешь на 12 это у тебя основная атака но когда враг в литургии то это 12 вычитает его энергию но если ты начинаешь на него влияет это умножается на 2 и тут формула все эти вроде бы есть но их нужно записать их нужно прописать их нужно вычислить плюс у каждого врага есть куча способностей которые весьма тематичные и весьма своеобразно работают за один бой ты не все даже способности эти увидишь и а все это вот на боевом мать и вычисляется плюс здесь есть разные параметры пробивающий урон есть урон кровного врага на которые действуют другие правила есть режима энергии и здоровья есть защита души есть разные параметры которые влияют на группу а есть опять же ваши шмотки вашем рюкзаке которые тоже можно в процессе битвы использовать когда ты выбираешь систему защиты и все это просчитывается потому что рандома как такового рандом только в том как будет реагировать враг то есть боевка здесь и на удивление натуралистичная если представлять все что происходит все что написано но при этом она настолько математически загружающая что тебе не до атмосферы те нужно просто посчитать так вот если двумя словами высказать моё первое впечатление от игры explorer id это то что игрок в нее не чуть не ощущает себя приключенцем который вот развивается которого что-то с ним происходит он ощущает себя летописцем этого приключенца который сидит в своем бухгалтерском кабинете записывает вот в такой-то день мой герой солипсист встретился с такой-то таким-то чудищем чудища на него напала с помощью хлыста и этот хлыст был отбит с помощью вот тут это ощущение кабинетного рабочего который ведет летопись какого-то приключения то есть вот наверное я на этом остановлюсь моё первое впечатление от x explorer id это то что ты приключаешься в мире но ты не чувствуешь себя приключенцем ты чувствуешь себя его летописцем наверно пока все остальное вы увидите и в летсплее и в обучалке ну и потом уже спустя пару партий я уже сделаю полноценный обзор со всеми недостатками плюсами потому что игра а на самом деле а достойная несмотря на все негативные моменты это действительно явление в мире настольного хобби и это очень и очень необычная игра в которой есть как большие минусы так и весьма весьма значительные и большие плюсы важно насколько вы сможете не замечать первое и насколько сможете раскрыть второе и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok